Уважаемые участники нашего мероприятия, уважаемые посетители, гости! Здравствуйте! Сегодня мы с вами открываем седьмой день поля Юга России, организаторами которого при поддержке Минсельхоза Российской Федерации и администрации Краснодарского края является Национальная ассоциация производителей семян кукурузы и подсолнечника. За это время мероприятие посетили 382 экспонента. Более 4,5 тысяч посетителей из 11 регионов Российской Федерации, а также из Белоруссии, Украины, Узбекистана, Франции, Анголы, Венгрии и других стран. Сегодня на седьмом дне поля Юга России представлено 120 гибридовых сортов. Кукурузы 46, подсолнечника 47, сорга 4, сои 22 и даже проса 1. Как отечественная, так и иностранная селекция. Ведь мы никогда не боялись здоровой конкуренции и только приветствуем ее. За эти годы День поля Юга России стал одной из крупнейших площадок, демонстрирующих в полевых условиях не только лучшие сорта и гибриды отечественной селекции, но и современные технологии их выращивания в Южно-Федеральном обруге, способствующие повышению качества продукции и сохранению плодородия почвы. Это уникальный информационный показ, что свяжение селекции на опытных полях с учетом применения арахимии, орошения, повторных поселок, средств защиты растений. Ведь качественные семена – это один из главных залогов будущего урожая. Именно такие семена и их производители представлены от Неполя сегодняшнего. Мы находимся на демонстрационном посеве в Неполе Юга России. Здесь представлены гибриды кооператива ККЗ Кубань. Это одно из старейших предприятий отечественных по производству семян кукурузы полного цикла. Они производят семена, подготавливают у себя на заводе. У них представлена очень широкая линейка. Перед нами гибрид 415, он очень хороший пластичный гибрид, как на зерно, так и на силос. На этом гибридном посеве представлена широкая линейка селекций КНИС, которые они выращивают. Один из гибридах есть еще Краснодарский 575. Это новый гибрид, он только что недавно вышел, он высевается на силос. Также у них есть своя селекция, которую они сейчас очень активно развивают. Каждый сорт, он перспективный, потому что высевается во всех точках Российской Федерации, как у нас в крае, так и на Дальнем Востоке. Структуры гибридов. 60-65% отводится раннеспелой группе. Это прежде всего гибриды, которые будут востребованы на силос в регионах России. 30-35% это средне-ранняя группа и среднеспелая группа. Представлены гибриды средне-поздней и позднеспелой группы. Что я хотел сказать об этой группе. Эта группа одна из самых высокоурожайных, считается, из всех групп спелости. Но она как бы не забыта. Забыта, не востребована становится у нас в регионе. В Краснодарском крае в основном останавливаются на гибридах спелости ФАУ-380-290. Вниманию участников совещания представлены два гибрида. Это средне-ранний гибрид белка с 250-й и позднеспелый 575-й. Эти два гибрида прекрасно дополняют себя в зеленом конвейере. Компания «Росагротрейд» на рынке 15 лет. Предприятие полного цикла. В ассортименте у компании пшеница, ячмень, горох, соя, сорга, подсолнечник, кукуруза, сахарная цикла, собственная земля, собственный семенной завод, производительностью 1,2 млн. пассивных единиц кукурузы и подсолнечника. Собственный селекционный центр. В ассортименте компании есть гибриды компании РЖТ и есть гибриды собственной селекции. Это КСС, Краснодарская селекционная станция. Гибриды в реестре зарекомендовали себя с очень положительной стороны, с высоким потенциалом, прекрасная сухоустойчивость. Также в ассортименте у компании подсолнечник, высокоалиновый, высокомасличный, масличность 56-58. Что еще компания предлагает на рынке? Пшеницу к низ, ячмень, прекрасные результаты, прекрасная урожайность. В этом году убирали ячмень 98 под 100 центров. Так что 15 филиалов по России, начиная от Краснодарского края, Белгородского, Липецкого, Черноземья. Там, где возделывается кукуруза, подсолнечник, где мы представлены. Самарская область, Оренбургская область. Поставки происходят напрямую из завода. 90% своей продукции компания реализует силами собственного завода. Компания Агромир СИЦ, работающая под торговой маркой Агромир Мир Семян. И выпускающая продукцию тоже под этой маркой. Предприятию 15 лет. Более 10 лет работает над выращиванием семян кукурузы. Представлена селекция Краснодарского кнеисх имени Лукьяненко. В работе сейчас 9 гибридов кукурузы. От 130 до 507. Огромная территория распространения наших семян. От западных границ бывшего СССР. Ближние зарубежья. На восток до Уссурийска. На север Тюмень. И даже севернее. На юг. Также до южных границ бывшего Советского Союза. Предприятие полностью оснащено. Оборудованием последнего поколения. От момента высева семян до момента затарки семян в мешки. Высокотехнологичные сейлки и трактора позволяют производить посев родительских линий в 2, то и в 3 этапа. Дальнейшее выращивание кукурузы ведется на полях, оснащенных поливом. Это машины американской фирмы Валей. Для борьбы с заболеваниями и вредителями есть несколько высококлизистных американских опрыскивателей, позволяющих производить обработку взрослого высокого растения. Высокопроизводительные комбайны и завод, построенный с оборудованием датской фирмы Кимбрия, получают производить уборку высококачественную, уборку и переработку, протравку и дальнейшую упаковку семян кукурузы. Предприятие даже своим транспортом, чтобы исключить возможности контрафакта, доставляет семена по всей стране. Пару слов я бы хотел сказать о компании. Научно-производственное объединение семяноводства Кубани это компания замкнутого цикла производства. У нас есть свои селекционеры, свои производственные мощности, свой кукурузокалибровочный завод. Все технические и технологические процессы происходят внутри одной компании, что обеспечивает получение семян наивысшего качества. Компания начала свое существование в 2008 году. В 2010 году пошли первые продажи гибридов кукурузы собственного производства. За 10 лет работы компании в агроиндустрии, а именно в семенном бизнесе, компания достигла определенных результатов. Мы ежегодно обеспечиваем наших товаров сельхозпроизводителей высококачественными семенами на площади более 250 тысяч гектаров. Это довольно-таки большая цифра, если учесть, что компания молодая, ей всего 10 лет. Хотел бы отметить, что мы активно сотрудничаем со странами СНГ, а именно республиками Казахстан, Кыргызстан, республиками Беларусь, где наши гибриды себя отлично показали и зарекомендовали, и пользуются большой популярностью. В 2019 году компания открыла вторую селекционную станцию по кукурузе и первый селекционный отдел по подсолнечнику. Мы уходим от монокультуры, поэтому в нашем портфеле скоро появится такая немаловажная культура, как подсолнечник. Но вернемся к нашим гибридам, к нашим демонстрационным посевам. Здесь представлены 5 гибридов, самых распространенных, которые зарекомендовали себя отлично у товара сельхозпроизводителей как в Ростандарском крае, так и в Ростовской области, в Ставропольском крае, в республиках Северного от Кавказа и в Центральном Черноземье. Их здесь 5. У нас самый топовый гибрид ладожский 292-й СФАО 290, который знают практически везде и выращивают его практически все. У нас не хватает даже семян, чтобы обеспечить наших товаров сельхозпроизводителей данным гибридом. При самых плохих условиях, при самых хороших условиях он показывает практически самые высокие урожайности. Он очень стабильный, натура зерна очень высокая. Два новых гибрида ладожский 277 и ладожский 270, которые были зарегистрированы соответственно в 2019 году и в 2018. В чем принципиальное отличие данных гибридов? Ладожский 277 это универсальный гибрид, создан, скажем так, под орошение, либо для выращивания в зонах достаточного увлажнения. Ладожский 270 создан для степных районов, там, где влаги мало. Значит, как я сказал, это универсальный гибрид, это чисто от зернового направления. В 2018 году их урожайность по краю составила в зонах достаточного увлажнения, Лобинский район, 88 центров с гектара. Два последних вот гибрида это Ладожский 250 и Ладожский 221, также хорошо себя зарекомендовавшие. У Ладожского 250 есть очень одно хорошее принципиальное отличие, это многорядность. Он формирует от 16 до 18, даже не 18, от 16 до 24 рядов зерен в початке. Я взял початок, здесь 18 рядов. Можете вот посмотреть. Очень отзывчив на орошение. Уважаемые коллеги и партнеры, мы будем рады видеть вас в числе наших клиентов. Мы отвечаем за качество, мы знаем, что наши гибриды вам дадут достойную урожайность. Спасибо и всем высоких урожаев. Я представляю селекционно-семеноводческую фирму из Кабардино-Балкарии. Она называется инновационно-производственная агрофирма Отбор. Была она создана в 1991 году, апреле месяце. С этого периода мы работаем как частная селекционно-семеноводческая фирма. У нас сейчас накопился очень хороший селекционный материал, и мы производим семена собственных гибридов, зарегистрированных селекционных достижений в 15 номеров от самых ранних гибридов кукурузы ФАО-130 до поздних ФАО-600. По всем этим гибридам и семеноводство родительских форм, семеноводство первого поколения мы поддерживаем сами. Получается, что фирма полного цикла. Вот сейчас у нас идет пусконаладочные работы, пробные запуски, и через два дня у нас начинается уборка участков гибридизации раннеспелой кукурузы, которые будем принимать на своем заводе. Производительность завода 5000 тонн по кукурузе, но завод универсальный, он может производить семена и других культур, таких как пшеница, ячмень, подсолнечник, соя, значит, горох. Все транспортирующие оборудования там щадящего режима Z-NORI, которые могут транспортировать любые двудольные культуры, не повреждая. Поэтому завод будет работать не только по кукурузе, но и по другим основным полевым культурам. Сейчас у нас в коллективе работает 75 человек, средняя зарплата составляет 25 тысяч рублей. У нас есть сейчас три аспиранта, два студента, которые получают от нашей фирмы стипендию и по окончанию обучения будут работать. В летнее время, во время каникул, эти студенты у нас работают на участках гибридизации, получают практический опыт. Земли мы обрабатываем 2500 гектаров, 350 гектаров имеем орошение и сейчас идет проектирование расширения орошения на 640 гектаров. В рамках ассоциации мы активно участвуем в том, чтобы на рынке семян кукурузы как можно меньше было фальшивых семян, как можно больше было качественных семян, начиная с сезона 2020 года, 2021 года мы будем производить семена и регистрировать только простые гибриды. Селекционный материал, который мы накопили за эти годы, позволяет сейчас нам конкурировать практически с любыми крупными фирмами по качеству семян, по их значит урожайности и по всем другим хозяйственно полезным признакам. Техникой мы обеспечены в полной мере, у нас есть и техника для селекционного процесса, у нас есть техника полевая, сеялки, значит уборочная техника, початкоуборочная техника, техника для удаления метелок, поэтому качество семян кукурузы у нас соответствует самым высоким требованиям. Я представляю Кабардино-Болгарский институт сельского хозяйства научного центра Российской Академии наук. В нашем институте ведется селекция семеноводства основных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, возделываемых в республике. Это озимая пшеница, картофель и, конечно же, кукуруза, так как львиная доля площадей всей пашни кукурузы, кукуруза засевается в нашей республике. В нашем институте 28 своих сортов и гибридов, внесенных в реестр по сортоиспытанию селекционных достижений. Из них 11 сортов и гибридов только кукурузы. В нашем институте также ведется селекция семеноводства пищевых подвидов кукурузы, то бишь это сахарная, это белозерная, это сахарная, белозерная и лопающаяся кукуруза. В основном сейчас у нас селекция идет на засухоустойчивость. Перед нами два гибрида, которые мы передали на госсортоиспытание. Это гибрид Терек, новый гибрид, второй год проходит госсортоиспытание, и гибрид КАРАТ-СВ. По результатам третьего года они будут внесены в государственный реестр селекционных достижений. Селекция семеноводства гибридов гукурузы в институте заняты 25 человек. Это в трех лабораториях в трех починно-климатических зонах республики. Это горная, предгорная и степная зона. Такая же площадка, как мы сегодня находимся здесь, в этом Услабинском районе, такая же площадка подготовлена нами, институтом, совместно с Ассоциацией производителей семян кукурузы. Мы будем ждать уважаемых фермеров, арендаторов, сельхозтоваропроизводителей в середине либо в конце этого месяца три блока кукурузы, соя и подсолнечник. 85 гибридов и сортов кукурузы у нас на демонстрационной площадке представлено будут и 30 сортов сои, 15 сортов подсолнечника. Так что, милости просим, будем ждать у себя на нашем научно-производственном участке института. В нашей ассоциации уже много лет действует секция подсолнечника. Она объединила в своем составе практически всех селекционеров и семеноводов подсолнечника Российской Федерации. Мы считаем, что за эти годы проделана большая работа, которая позволила поднять на новый уровень и селекционную, селекционные программы в наших научных учреждениях, селекционных фирмах, а также и позволила сельхозтоваропроизводителям показать возможности российской селекции. Мы все знаем, что в последние годы президент нашей страны все больше и больше застряет внимание на необходимости обеспечения национальной безопасности, в том числе и в области обеспечения страны собственными семенами. Поэтому роль нашей секции, нашей ассоциации, она, ну, трудно ее не понять и не дооценить. Мы считаем, что то, что мы все вместе делаем, это как раз направлено на решение тех вопросов, которые и обозначил наш президент. Но прежде всего надо сказать, что это не голословные призывы, давайте сеять российское, потому что оно наше отечественное. Эти наши пожелания основаны на глубоком научном анализе всех тех современных тенденций, которые есть и в селекционных, и в семенауческих практиках всего мира и на возможностях реализовать потенциал нашими сельхозтоваропроизводителями. Надо сказать, что в нашем федеральном научном центре селекционная программа по подсолнечку ведется по всем направлениям, которые в настоящее время существуют в мире. Это и устойчивость к гербицидам, это устойчивость к болезням, это устойчивость к семерасам заразихи, это селекция высокомасличного, высокоолеинового, селекция крупноплодного подсолнечника. Все эти направления позволяют сельхозтоваропроизводителям удовлетворить на своих полях все потребности сегодняшнего сельхозтоваропроизводства. Надо сказать, что создать сорт не просто зарегистрировать, это не просто внедрить на поля какие-то новые селекционные разработки. Вместе с сортом идет и новая технология его внедрения. И именно соблюдение технологии возделывания подсолнечника позволяет реализовать тот потенциал, который и заложен селекционерами в генетику новых сортовых гибридов подсолнечника. Мы надеемся, что совместные усилия, которые прикладывает и наша ассоциация, и Министерство сельского хозяйства различных регионов, ну и прежде всего, конечно, под эгидой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, эти все совместные усилия позволят сельхозтоваропроизводителям внедрить на полях более дешевые, адаптированные к российским условиям гибриды и сорта подсолнечника и получить максимальную экономическую выгоду от возделывания наших сортовых гибридов. На данных демонстрационных посевах представлены наиболее перспективные в настоящее время в нашем регионе сорта и гибриды подсолнечника. Прежде всего, хотелось бы обратить внимание ваше на такую линейку гибридов, как Натали, Ирен, Арис. Это гибриды селекции нашей Армавирской опытной станции, которые ежегодно показывают стабильно высокий урожай. Также дальше вы сможете увидеть линейку крупноплодных сортов подсолнечника, которые имеют большую востребованность как на полях сельхозтоваропроизводителей нашего края, так и далеко за пределами нашего региона. Компания Агроплазма это российская компания полного цикла. Что это значит? От селекции до семеноводства, производства семян и продажи этих семян участвует сама компания. Компания занимается в первую очередь гибридным подсолнечником, кукурузой и сорга. Все производимые семена созданы в компании Агроплазма и мы имеем порядка 50 отечественных сортов, на которые имеются патент. Основная наша культура подсолнечник. Мы работаем по всем технологиям, которые в настоящее время применяются в подсолнечке. Это Клирофилд, Клирофилд Плюс, СУМО, гибриды для зон, где появились новые расы заразихи, гибриды раннеспелые для северных зон нашей страны. Основное направление или основная деятельность в подсолнечке связана с тем, что наша компания считает, что у российских сельхозпроизводителей должна быть альтернатива в приобретении семян. То есть возможность в нашей стране иметь собственные сорта, собственную селекцию. Вторая культура, которая уделяется большое внимание нашей компании, это кукуруза. Главное отличие производства семян кукурузы это производство семян на фертильной основе. То есть это та система, которая принята в большинстве стран мира. Мы используем эту систему. В настоящее время созданы гибриды раннеспелые, среднеранние. И гибриды основное направление это зерновая кукуруза, которая обладает высокой продуктивностью и низкой уборочной влажностью при уборке. Третья культура, которой мы занимаемся, культура сорга. Это самая заскоустойчивая культура зерновая. Где мы создаем зерновое сорга для основных зон посева сорга на зерно, сорга суданковые гибриды, сахарная сорга. И считаем, что это культура будущего. наряду наряду с этим в последнее время начали заниматься бобовыми культурами. Фасоль, зеленый горошек, нут. Мы создаем сорта крупноплодного, крупносемянного нута, который в последнее время пользуется большой популярностью и повышенной ценой на рынке. миссия нашей компании это сохранить отечественную селекцию и сохранить продовольственную безопасность нашей страны. Мы научно-производственное объединение Галактика. Мы предприятие полного цикла от селекционно-семеноводческой деятельности до продажи семян фасованных в мешки упакованных инкрустированных. Наша селекционная деятельность проводится во всех точках мира. Украина, Сербия, Румыния, Чили. Родительские линии также выращиваем по всему миру и основной, конечно, центр выращивания это Воронежская область. Там же у нас заложены участки гибридизации и соответственно получаем современные гибриды, которые у нас в основном гербицидоустойчивы под Евролайтинг и под Экспресс. У нас широкая линейка зарегистрированных внесенных в реестр гибридов под Евролайтинг и под Экспресс. Сроки созревания от 95 дней до 115 дней. То есть, широкая линейка. Можем предложить хорошие интенсивные гибриды. Также у нас начинаем заниматься линейкой кукурузы. Сейчас у нас уже есть 5 гибридов кукурузы. ФАУ от 150 до 300 ФАУ. Компания занимается селекцией 2006 года и первые гибриды были зарегистрированы в 2016 году. В портфолиум компании на данный момент зарегистрировано 8 гибридов, 3 гибридов регистрация. Из 8 гибридов 2 эмидозалиновые группы гибриды. 2 на данный момент зарегистрированы это к 7 расам устойчивые гибриды. На данном поле представлены у нас 6 гибридов. Первое это Комета. Это средний ранний гибрид. 108 112 дней авиационного периода. Гибрид себя показал очень хорошо как на демо. площадках например по урожайности в Приасколе Белгородской области совместно с Ассоциацией был заложен опыт. Там он дал 48,5 центеров с гектара. Это наилучший результат был как среди импортных так и среди отечественных производителей. Также у нас Даха и Базик это два гибрида устойчивых к 7 расам заразихи от А до Джи. Базик вообще вот этот гибрид мы считаем что он очень перспективный и в своем сегменте будет серьезным конкурентом как для импортных так и для отечественных производителей. Вот Даха также является семирасовым гибридом. Он в 2019 году совместно с Щелково было демо опыт в Тамбовской области и он там дал 44 9 центеров. Также был один из самых лучших результатов как среди импортных гибридов так и среди иностранных. Фрея у нас гибрид это один гибрид из всей нашей линейки самой ранней 95 100 дней. Он у нас считается как топ гибрид очень востребован и очень покупаем гибрид хотя и он устойчив к 5 расам заразихи за то что короткий вегетационный период его в основной массе покупают как в средней полосе так и на юге. ПОНБУ Триумф частная селекционно-семеноводческая компания полного цикла от селекции до продажи готовых семян. Наша компания ведет планомерную селекционную работу по созданию и разведению сортов и гибридов подсолнечника адаптированных к современному требованиям современного агропроизводства. Лидером продаж в линейке сортов и гибридов нашей компании является крупноплодный сорт подсолнечника кондитерского направления использования Добрыня. Это сорт среднеспелый требующий соблюдения интенсивной технологии возделывания и очень выгодный в плане экономической эффективности его возделывания. Достаточно сказать, что при средней урожайности в 30 сантиметров с гектара цена его урожая как правило составляет 2,5-3 цены стоимости масличного подсолнечника. Сорта подсолнечника это не единственное направление в котором мы работаем также мы интенсивно работаем с гибридами подсолнечника сейчас в нашей линейке имеются гибриды классические гибриды устойчивые к 6-7 расам заразихи к 6-7 расам заразихи это гибриды атаман-платов и аллей гибриды трехлинейные это означает что они пластичные оба гибрида средне-ранние предназначены для умеренной интенсивной технологии возделывания сейчас они переданы на сорты испытания у нас есть основания полагать что они их с достоинством пройдут с 2018 года в производстве находится гибрид подсолнечника Иван Иванович гибрид раннеспелый простой межлинейный характеризуется выровненностью устойчивую к ложной мучнистой рассе и к 6-й расе заразихи заразихи рассе мы приглашаем всех желающих посетить наше предприятие чтобы ознакомиться с нашей продукцией с организацией производства и выращиванием семян секция сои в Национальной Ассоциации производителей семян кукурузы и подсолнечника она самая молодая существует только третий год в ней присутствует три компании которые имеют законченный цикл начиная от создания собственных сортов и кончая промышленным семеноводством поэтому все то что было раньше наработано в области продвижения отечественной селекции по кукурузе и по подсолнечку оно в полной мере реализуется сейчас и в отношении культуры сои компания СОК создана специалистами Всероссийского научно-исследовательского института массовищных культур в далеком девяносто втором году в девяносто пятом году была основана впервые в России частная селекционная семеноводческая программа и через девять лет в 2004 году мы передали для сорта испытания свои первые сорта под общим торговым названием Селекта в настоящий момент компания СОК является крупнейшим селекционным учреждением по сои в России государственный реестр включено 17 сортов и плюс еще 6 проходят государственные сорты испытания это сорта всех групп спелости и направлений использования предназначены для основных и повторных посевов в том числе в засусливых условиях условиях орошения условиях засоленных почв переуплотненных почв при применении технологии ноутил поэтому вот мы находимся сейчас на территории агроцентра где несколько гектаров посвящено тому чтобы испытать те селекционные линии которые мы передаем в дальнейшем для сорта испытаний экологического по всем регионам Российской Федерации и за рубежом компания соевый комплекс работает с зарубежными государствами достаточно сказать что 80% сои в республике Узбекистан засеваются сортами селекции нашей компании то же самое можно сказать про Казахстан более 40% площади занимают сорта нашей компании что касается основных направлений селекции а их несколько первое это создание ультраскороспелых сортов для новых регионов мы активно сейчас развиваем развитие соеводства восточной западной Сибири в Уральском регионе в Волговятском особенно на верхней Волге нам очень интересен центральный регион ну и безусловно традиционно это северокавказский регион включая Краснодарский край ультраскороспелые сорта и среднеспелые сорта создаваемые селекционерами нашей компании они отличаются прежде всего высокой засухоустойчивостью потому что селекция ведется в условиях недостаточного увлажнения и в дальнейшем мы ведем испытания проводим экологическое испытание своих сортов по всей территории Российской Федерации у нас ежегодно таких площадок более 50 штук от Дальнего Востока и до Московской области если грубо говоря поэтому прежде чем передать сорт для государственного сорта испытания мы его проверяем в своих так сказать экологических опытах мы уверены в том что то направление деятельности которое сейчас избрала компания на ускорение создания новых сортов в том числе с использованием методов геномной селекции мы разрабатываем собственные маркеры генетические маркеры хозяйственно ценных признаков это тоже впервые в России для своей было сделано в нашей компании мы используем зимние питомники для ускорения создания новых сортов в Чили имеем свои филиалы по созданию сортов в условиях приближенных тем зонам в которых они теоретически будут возделаны поэтому кроме сортов разных груз спелости мы обращаем внимание на такой фактор как общее содержание протеина и технологичность в частности устойчивость к берестою и высоты прикрепления нижних бобов для снижения поддержки мы с вами находимся на демонстрационном посеве сортов в СОЭ федерального государственного научного учреждения федерального научного центра в НИМК здесь мы показываем линейку наших лучших передовых уникальных сортов наш институт является лидером по разработке уникальных научных разработок прежде всего для собственной страны поэтому мы сами самостоятельно разрабатываем новейшие технологии селекции СОЭ новейшие признаки в частности впервые в России мы начали вести селекцию на холодоустойчивость наши сорта пожалуй первые в мире стали выдерживать заморозки весенние до минус 5 они могут уйти на несколько дней под морозы и под снег после потепления продолжает вегетация мы первые в России начали вести селекцию на засухоустойчивость причем по нескольким направлениям одно направление это заглубление корневой системы на глубину 2-3 метра второе направление повышение сосущей силы корней которые позволяют забирать из почвы труднодоступную влагу мы ведем селекцию на повышение урожайности мы разработали в первой мере для СОЭ технологию закрепленного гетерозиса и здесь как раз представлены образцы СОЭ содержащие комплексы генов кодирующие вот эти уникальные признаки ну а главное направление селекции нашего института является селекция на повышение урожайности и все наши сорта в геноме содержат комплекс генов очень высокой продуктивности вот в этих условиях если мы посмотрим на поле есть такой выраженный наклон растений плохо ли это хорошо если с позиции пшеничника и очменника полигания культуры это плохо для СОЭ это плюс это большой плюс вот представим яблоню которая на ветвях которой висит большое количество яблок и эти ветви наклоняются к земле из-за перегруза и вот здесь мы видим то же самое в этом году в благоприятных погодных условиях Кубани сформировался настолько высокий урожай что стебли не выдерживают нагрузки и наклоняются потом когда растения начнут созревать листья высохнут осыпятся семена с бобами потеряют влагу растения приподнимутся и проблемы с уборкой не будет но наклон в благоприятных условиях это очень хороший признак для того чтобы сделать вывод о очень высоком урожае но вот здесь предварительная урожайность не меньше 30-35 центнеров с гектара будет следующий момент который здесь интересен здесь представлен один сорт первый в России да пожалуй в мире где повышенное содержание белка не связано почти обязательным снижением урожайности потому что все остальные высокобелковые сорта их содержание белка определяется снижением синтеза масла недобора масла увеличением относительной доли белка в семенах в наших сортах по нашей технологии мы можем увеличить содержание белка без снижения масла и эти сорта не снижают урожайность и вот здесь у нас представлен сорт Ирвис первый в России высокобелковый сорт. В целом, поэтому мы с гордостью показываем наши сорта, чтобы коллеги сельхозтоваропроизводители не смущались наклонами. Мы поясняем, что это связано с очень высокой урожайностью, с перегрузом. И визитной карточкой наших сортов, селекций нашего федерального научного центра является высокорослость. Высокорослость определяет очень глубокую корневую систему. Исходя из соотношения на метр высоты стебля, глубина центрального корня уходит на 2,2 метра. А у нас сейчас на выходе есть будущие сорта новинки, где высота растений составляет до полутора метров. Соответственно, глубина корневой системы уйдет на 3-3,5 метра, что очень актуально для засушливых регионов. У нас в коллекции на дне поля представлено несколько уникальных кормовых решений, которые являются совершенно новыми для Российской Федерации. В первую очередь, это сорго-суданский гибрид нового поколения под названием Мутри Топ Стар, обладающий так называемой фоточувствительностью, то есть не образующий метелок и дающий прекрасные результаты в бинарном использовании с кукурузой на силос посевах. Приносит дополнительный сахар, структурную клетчатку, обладает низким содержанием лигнина и является прекрасным дополнением для современных посевов кукурузы, для возделания на силос. Помимо этого, в нашей коллекции представлены современные гибриды силосного сорга, которые являются полной альтернативой кукурузе в засушливых условиях. Вы сами прекрасно знаете, что с влагой, особенно на юге России, у нас постепенно возникают все больше и больше проблемы. И в некоторых районах из Краснодарского края, Ставрополя, Северного Кавказа, Поволжья в том числе, уже настолько проблемы эти серьезные, что кукуруза на силос просто-напросто не получается и во второй половине лета еще достаточно быстро высыхает. Поэтому, как полная альтернатива, мы сейчас предлагаем гибриды силосного сорга, которые обладают таким же мощным энергетическим потенциалом. То есть, если являются источником крахмала, помимо всего прочего, обладают высокой блиственностью, значительно более высоким содержанием протеина в кормах, чем в кукурузе. И в менеджменте и растеневодстве практически ничем от кукурузы не отличаются. И что самое важное и самое интересное, с точки зрения экономических затрат на семена, это далеко не самый дорогой вариант, который мы можем предложить нашим сельхозтоварам. Компания MassSeeds имеет французские корни, штаб-квартира находится во Франции. С 2008 года компания представляет гибриды подсолнечника и кукурузы в России и на сегодняшний день является одним из лидеров. Мы решили поучаствовать на этой площадке, показать три топовых гибрида подсолнечника, о которых я и хотел вам сейчас рассказать. Первый гибрид, который мы хотели бы вам презентовать, называется Mass87A. Он является ярким представителем классической технологии возделывания. Его физиологической особенностью являются следующие показатели. Это мощное растение с хорошо развитой вегетативной массой, имеет хорошую выполненную корзинку с крупной семянкой. Также это растение имеет следующую особенность, очень активное развитие на ранних этапах, что позволяет быстро сомкнуть ряды и дает подавление сорной растительности. Красавец! Представитель яркой французской селекция это гибрид подсолнечника МАЗ-85СУ, который возделывается по технологии экспресс. Этот гибрид прославился тем, что он имеет очень хорошую адаптацию под различные условия и различные типы почв. Этот гибрид имеет максимальную устойчивость к такому заболеванию, как ложная мучнистая роса. Поэтому многие сельхозпроизводители из года в год высевают его с большим успехом. Гибрид подсолнечника МАЗ-92КП по технологии Clearfield Plus, который является ярким представителем. Он был первопроходец в России, первым был зарегистрирован по этой технологии. Любимец фермеров прославился за счет того, что он имеет интенсивный характер возделывания. Многие сельхозпроизводители получали яркие рекорды на нем, но тем не менее он достаточно пластичный и хорошо возделывается также и в экстенсивных условиях. Яркой его стороной является мощный фитосанитарный профиль. В этом году на данной площадке мы демонстрируем два гибрида кукурузы МАЗ-24С V270 и МАЗ-34Б V300. Эти два гибрида являются яркими представителями линейки Waterlock, дословно Waterlock, влага на замок. Это гибриды кукурузы, которые наилучшим образом подходят для возделывания в засушенных условиях. Основной особенностью гибридов Waterlock является то, что после высоких критических температур, во время засухи растение кукурузы впадает в стресс, процессы жизнедеятельности замедляются, но когда восстанавливаются условия, эти гибриды могут восстанавливать свой процесс фотосинтеза и дальше вегетировать и давать вам урожай. Компания Кассат Семанс Групп занимается на рынке сельхозтоваропроизводителей семеноводством, селекцией, осуществляет полный цикл от семеноводства, селекции до поставки готовой продукции сельхозтоваропроизводителей. В семеноводстве компания Кассат Семанс Групп работает с 1958 года. Штат сотрудников компании Кассат в России составляет 25 человек. Хотелось бы еще рассказать о новых технологиях компании Кассат Семанс. Одной из новейших технологий компании является система ДОКС. Система подразумевается для использования определенных гибридов с определенными технологиями посева в направлении силоса. Также в компании Кассат Семанс Групп есть новая технология подсолнечника SunPower. Данная технология позволяет получать дружные активные всходы подсолнечника. Это дополнительная обработка семенного материала. Подробную информацию о дополнительных обработках на данном семеном материале можно уточнять у меня и также у представителей компании Кассат. Хотелось бы немножко продемонстрировать данную технологию. Вот именно семенной материал будет выглядеть, у нас уже выглядит вот именно вот в таком виде обработка. Вот она сама технология SunPower. Есть опыты в производственных участках уже, есть результаты. Технология хорошо себя зарекомендовала и показала. Поэтому будем рады вашим звонкам и вопросам. Спасибо за внимание. Cartel Aggressants – это крупная международная компания, занимающаяся только сельскохозяйственным бизнесом. Хоть и наша компания образовалась недавно, это произошло чуть больше года назад, но она в себя впитала весь опыт развития, все технологии, все инновационные технологии таких компаний, как Пионер, Дао и Дюпон. На сегодняшний день мы являемся самой крупной сельскохозяйственной компанией в мире. Порядка 25 продуктов химических – это гербициды, фунгициды, инсектициды – представлены на рынке. Закрываем такие сферы, как полеводство, садоводство и препараты для защищенного грунта. Также занимаемся производством семян подсолнечника, кукурузы и рапса. Порядка 20 гибридов представлены на рынке семян кукурузы, 14 гибридов подсолнечника и несколько гибридов рапса. Наряду с этим компания стремится все больше и больше взаимодействовать с клиентами, поэтому у нас на данный момент развивается очень серьезно сеть сервисов. Также мы плотно занимаемся спутниковым мониторингом и используем дроны в нашем взаимодействии с товаросельхозпроизводителями. Компания LemaGrain и два слова компании. Это французская компания на рынке более 10 лет. В портфолио компании имеется более 10 гибридов подсолнечника, начиная от классики по системе Clearfield и по системе Express. Также в портфолио имеется кукуруза более 12 гибридов с FAU от 170 до 480. В этой линейке кукурузы имеется не только зерновая кукуруза, но и силосное направление, которое очень-очень успешно в нашем крае используют наши животноводы. На данном участке представлено несколько гибридов подсолнечника. Это наша новая селекция. Классические гибриды LG5478, устойчивые к основным болезням подсолнечника, к новым расам, ложным ученицам расы. Полностью выполнена корзинка. Что можете увидеть? Полностью заполнена крупная семянка и содержание масла, заявленное от производителя, более 50%. Это говорит о том, что у этого гибрида большое будущее, у этой новинки. Просим обратить на это внимание. «Евралис Семенс» является одной из наиболее крупных компаний по производству семян в Европе. Богатые генетические материалы и современные подходы в работе делают ее одним из лидеров в производстве подсолнечника, кукурузы, рапса, сорга и сои. «Евралис Семенс» является подразделением французской селезной группы компании «Евралис», основанной фермерами на юго-западе Франции в 1936 году. Компания в настоящее время объединяет 12 тысяч фермеров, в компании работает более 5 тысяч сотрудников. Основанное в 1950-х годах семенное подразделение компании является одним из основных направлений деятельности «Евралис». «Евралис» идет обширную научную сервисную деятельность в Европе, на которую она выделяет более 14% своего готового оборота. Для кукурузы основным направлением является производство гибридов «Тропикал Дент». В настоящее время большинство гибридов кукурузы, реализуемых на рынке, относятся к широко известным генетическим группам – американской зубовидной или европейской криминистой. Отсутствие разнообразия ограничивает потенциал на эффект дитерозиса. Компания «Евралис Семенс» решила инвестировать средства в мировые запасы генетического материала, чтобы открыть ее неисследованные генетические источники. После 10 лет исследований и биотехнологического анализа тысячи образцов специалистами «Евралис» была открыта новая группа кукурузы «Тропикал Дент». Каковы преимущества «Тропикал Дент»? Более высокая урожайность, более высокая стабильность, более быстрая влагоотдача. Подсолнечник основным направлением является устойчивость к заразихе. Для обозначения гибридов подсолнечника, устойчивых к заразихе, был разработан бренд «Оэрмастер». «Оэрмастер» включает в себя эффективные решения для контроля заразихи генетическими и химическими технологиями. Продукты, предложенные «Евралис Семенс» под брендом «Оэрмастер», в полной мере отвечают требованиям аграриев. Это целый портфель адаптированных для различных нужд решений, целью каждого из которых стоит искоренение заразихи в ваших полях. В данный портфель входят как классические гибриды, так и гибриды, подходящие по технологии «Клеофил», «Клеофил Плюс» и «Экспресс». Наша компания занимается продажами минеральных удобрений на юге России. В Краснодарском крае мы продаем удобрения уже более 20 лет. У нас имеется 5 собственных баз по Краснодарскому краю. Участие наше в данном мероприятии заключается в том, что мы предоставляем систему минерального питания, минеральные удобрения под те культуры, которые высеваются на данном мероприятии. Наша компания производит более 39 наименований минеральных удобрений, в том числе жидкие комплексные удобрения, удобрения сложные азотно-фосфорно-калийные с микроэлементами. Также наша компания активно сотрудничает с хозяйствами, с предприятиями, ведет агроконсультирование, ведет агросопровождение. Хозяйства и главы хозяйств очень тесно с нами сотрудничают, обращаются. Мы разрабатываем для них оптимальные системы минерального питания, с учетом их климатических особенностей, зон и особенностей выращивания культур. Мы уже не один год сотрудничаем с Ассоциацией производителей кукурузы в России. Ежегодно предоставляем для проведения опытов, для закладки демонстрационных площадок, предоставляем минеральные удобрения. Также активно сотрудничаем в выращивании продукции и совместно на контроле с Ассоциацией получаем высокие достойные урожаи. Наша компания имеет достаточно глубокую историю. Мы развивались на базе Щелковского завода. На данный момент мы выпускаем средства защиты растений. У нас большая научная база. Постоянно идут научные разработки. И мы, в принципе, на российском рынке ведущие специалисты по импортозамещению. Сейчас у нас используются нанотехнологии, разработаны микроэмульсии с высокой проникаемостью, которые защищают семя внутри и снаружи. Микроэмульсии имеют маленький процент осыпаемости, поэтому у нас большая эффективность защиты семени. И благодаря обработке семян нашими препаратами большая схожесть растений. У нас широкая линейка препаратов. Есть целая система защиты для кукурузы и подсолнечника. Также мы работаем с компанией «Активагра». Достаточно плотно у нас есть собственные гибриды. И мы пытаемся развиваться также в сфере семеноводства. Я представляю Всероссийский научно-исследовательский институт биологической защиты растений города Краснодар. Наш институт является единственным федеральным научным учреждением в стране, которое занимается всем спектром исследований, связанных с биологической защитой растений, интегрированными технологиями и органическими земледелиями. В рамках данного дня поля мы представляем технологические решения по защите подсолнечника, кукурузы и сои. Очень важно понимать, что биологическая защита растений используется не только для получения экологически безопасной продукции, но также и для сохранения биоразнообразия почв и значительного снижения затрат на гектар. Также необходимо понимать, что преимуществом биологических средств защиты растений является отсутствие резистентности, экологическая безопасность, сохранение активности почв и безвредность для окружающей среды. Наши специалисты могут предложить вам защитные технологии для практически всех культур, которые возделываются и у нас в крае, и в России. Более того, мы предлагаем консультационные услуги по направлению интегрированных технологий биологической защиты растений и органического земледелия. Мы являемся единственным научным центром, который специализируется в этом направлении. Кроме того, весь спектр анализов, которые вам необходимы, от анализа почв, фитопатологических анализов, консультационных услуг, вы можете найти в нашем институте. Сегодня мы представляем два участка, на одном из которых мы проводили обработку семянсоя биопрепаратом «Респекта» и «Нитропорс». «Респекта» – это у нас биофунгицид, защищает от горневых гнилей, бактериозов на начальных этапах, просто плюс стимулирует рост. «Нитропорс» – это азотфиксатор. Он содержит комплекс из двух видов азотфиксирующих бактерий, которые в полной мере смогут войти в симбиоз с любым видом сорта соя. Вообще наша компания производит линейку препаратов для любых растений, от декоративных до всех сельскохозяйственных, для защиты от болезней, от насекомых, плюс прилипатели для лучшего фиксирования различных препаратов, как химических, так и биологических, и различного рода подкормки. Сегодня, когда очень много веществ негативно влияют на наше здоровье и организм, биологизация в сельском хозяйстве – это очень важное и перспективное направление, потому что это вклад в будущее, вклад в природу наших детей. Здесь на контроле у нас представлены ряды, обработанные химическим протравителем, который должен был защитить на начальном этапе роста растения. Здесь биологический протравитель. Как мы видим, у нас высокая скорость и там, и там. То есть уровень защиты биологических препаратов достаточно высокий. Мы не теряем, сельскохозяйственный производитель никогда не потеряет деньги при использовании биопрепаратов. При этом, при всем, это чистая плотность. Мы не боимся конкуренции и должны конкурировать в равных условиях со всеми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова